Мы стихийно продолжаем наш праздник, потому что я сегодня награждал подарками тех, кто среди прочих снял замечательные ролики о моей книжке. Но поскольку настроение у нас предновогоднее, настроение у нас пред заседанием, мои помощники что удумали? Они распечатали фотографии моих завистников и подарили мне в шутку. А я также в шутку решил показать ребятам некий урок антропологии. Дело в том, что прав был гениальный Оскар Уайлд. Величайшее заблуждение не судить о человеке по внешности. Только по внешности, ребята. И вы понимаете, когда вы посмотрите на человека, тот, кто меня ненавидит, завидует внешне, вы сразу поймете, почему. Почему? Не потому что он ведь не читал мою книгу и не прочитает. И даже если он прочитает, он ничего не поймёт, ему не дано природы. Но вот когда он смотрит на себя в зеркало каждое утро, каждый день, он автоматически становится моим врагом научным. Итак, что распечатали мои помощники мне в подарок? Конечно, такой подарок. Я им гравюры, я им по поездке в Соренто, в Париж, и они мне вот это. Ну, конечно, по праву. Ну, заслужил, заслужил, так сказать, делами, не словами только, а делами. И заслужил право первого моего завистника, конечно, вот это. Это Олег. Его зовут Олег. Звали, я не знаю, как он сейчас ещё жив. В общем, он просил себя называть Сиром. Вот, видите ли. Я, например, примерно понимаю, где находится библиотека Ивана Грозного, янтарная комната. Я примерно... У меня есть научная версия. Обоснованная научная версия. С доказательной базой научной версии. Я думаю, что я её представлю в Следственный комитет. Потому что, я думаю, тут же ещё и экспедиция капитана Татаринова. Пропавшая во льдах. Так, ну, Грозный, Грозный, вы понимаете. Это видно, что это Сир, что это кавалерист, что это генерал французской армии, бригадный, даже дивизионный. И это ууу, это ууу, помнишь, как это, да? Это ууу, так. И это отправляется там, знаете, в Казань. Это вот, так сказать, да. А это что ты показывал? Это вот сравните, да. Вы сравните, сравните немножко, да? Ну, как он может меня не ненавидеть? Далее, далее. Вот здесь мы продолжаем тему. Здесь, конечно, должны... Я учёный-историк. Здесь должны высказываться врачи. Но они как раз сейчас будут высказываться, да? Но вот мой завистник на втором плане. Вот на первом это глаз, это лошадь. А дальше не лошадь. Дальше это тоже Олег. Вот здесь вот все следы многолетнего, так сказать, да. Ой-ой-ой, здесь уже... Да, здесь... Это же сколько надо только дешёвые сивухи, да? А, вот это прелестное кадр. Встретились два одиночества. Вот эти два одиночества, это вот всё тот же, всё тот же, где янтарная комната. И этот похожий... Он страшно, адвокат Соколова, страшно похож на Брейвика. Ну, только учите, у Брейвика гораздо умнее глаза. Он как-то гораздо обаятельнее. Потому что я видел вот этого Малахова в эфире рядом, боже, злобнейшее. Как же там какая-то патологическая злость просто ко всем. Он на меня смотрел, думал, что сейчас убьёт. Если бы ему не сидеть, он бы, конечно, я думаю... Вот. И здесь он смотрит, смотрит. Я думаю, что я бы на месте Олега подумал, а где оптимизм у адвоката? Где оптимизм? Кстати, это очень на Анжеллюз похожа. Есть такая картина знаменитая. Посмотрите, вот здесь надо ещё грядку и две лопаты. Да. Так, значит, это мы продолжение темы. Вы знаете, вообще историография войны в 12-м году, она видела всё. Был пропагандист Жилин, необразованный, совершенно бездарный, просто бездарнейшее такое придурочное существо, которому Сталин сказал, он под козырёк и написал. Выдумал, реально выдумал какое-то расплеление Кутузова, которого не было. Он просто, Наполеон, вышел из Москвы, Кутузов пошёл после поражения под Малым Ярославцем параллельным маршем, так называемым. Какое, к чёрту матери, какое-то наступление. А вот Жилин выдумал. Был Тарли, который у нас, Тарли, что Тарли? В книжке Тарли почти нет сноса на источнике никаких. Книжку свою Тарли писал за несколько месяцев всего. Так научное исследование не делается. Он писал её по приказу сверху, по приказу Сталина. И если у меня 10 страниц по архивам французским, там, исследований, например, численности войск французской армии, есть специальный ролик в интернете, в Ютьюбе, то у Тарли это несколько строчек и без ссылки на источник. Значит, вот. То есть, историография войны 1912 года видела много. И, кстати, по доносу, по клевете Тарли посадили тогда академика Платонова. То есть, из-за него люди ещё сидели в тюрьме. Это была скотина ещё та. Но вот Олег, он, конечно, постучал со дна. Если так, такой каламбур, вы меня простите. Вот сначала было злой, а потом Олег постучал со дна мойки. А вот, ну, это вообще печальнейшая история. Значит, продолжая тему, продолжая вот эту тему, один из моих завистников, кто мне страшно завидовал, и тоже... Всё отшлифовано. Значит, кто, по-моему, подсунул как раз мою книжку Олегу, и, в общем, после чего у Олега там произошло завихрение... Завихрение Млечного Пути. Один Млечный Путь зашёл за другой ролик. И вот, а он думал, как этот вот тип... Сейчас я покажу его, это вот Егорка. Он думал, как, что сейчас этот старик нападёт на меня, что-то сможет такое серьёзное, а он ничего, естественно, не смог, потому что я потом так отымел, что мало не покажешь, такую позу Рака поставил. А получилось, что мне... Он сделал такой пиар, ну, просто я продал столько книг, я купил столько всего, а потом ещё эфиры, сколько я купил всего, вот, золото, бриллианты, вам не картины, вам не передать. И вот всему этому я обязан, а у Олега, соответственно, завихрение пошло, вот это, вот, простите, вот этому. Глеб. Ой. Значит, это Клим. Значит, это Клим. Это просто Клим. Он, наверное, думает, что это очень мужественно. Ну, у них большой комплекс обычно, да? У этих. Это, вот, посмотрите, вот так должен выглядеть настоящий мужчина. Настоящий натурал. Тут главное не усомниться. Тут главное... Тут он наш... Какой-то такой... Значит, смотри, вот это вот так... Это Клим. Поверь, Ширвин, ты Миронов. Это Вася. Василий. Это, да, это... Нет, ну, помнишь, этот номер гениальный? Это... Откопал на Свердловской киностудии. Помнишь? Вот. Это, собственно, Клим. Вот. И он... Если Олежка флешивый, то этот вот совсем. Это почему-то, я не знаю, кто против меня, у них почему-то вот так вот. Короче, вот он снимал с Олегом эти ролики. Потом собирали деньги. Значит, сначала это... Потом сидел Олег. Значит, Польф, вот это гениально. Я вынужден обратиться к вам. На лечение собирать. Это сейчас будет. Вот что, они собирали деньги. И вот все это пришло к тому, что ему пришло. Так. Ну, что здесь? Ну, вот здесь... Вот я повторяю. Это красноречивая вещь. Здесь переюморить практически невозможно. Здесь, как писал Пастернак, здесь дышит почва и судьба. Так. Пожалуйста. Здесь... О, вот. А это еще. Их вообще пара. Их две штуки. Они оба... Один из них гоблин. Это для меня всегда большая помощник. Кто-то из них гоблин, кто-то помощник гоблина. Вот это вроде бы, по-моему, это сам гоблин. Это гоблины. Это гоблины. Ну, неважно. Короче, вот это вот. Какая милая пара. Какая милая просто. Посмотрите. Вот эти ручки, вот эти ручки, вот эти ручки, они знаете, что они недавно делали? Вот, что они недавно делали. А я думаю, что ему приятно. Он продолжает найти, что вот этого типа он продолжает пиарить вот этого расчленителя. Это вопрос. Простите, какая животная должна быть в человеке? А вообще вот гадостность, агрессивность, да, чтобы продолжать. Ну, это же ненависть ко мне. Вот. Тут соответствующий антураж. Вот здесь все сзади видно. Да, конечно, вот я думаю, что вы должны понять, что они антропологически... Видите, вот ощутите, даже после убийства они продолжают защищать и, так сказать, всячески восхвалять Олега. Почему? Потому что это антропологическое, это биологическое, это физиологическое. Им ближе всем вот агрессивные там убийцы, кто угодно, чем вот такой вот с платочками веселый, молодой, так сказать, свободный человек. Потому что я, наоборот, я полностью перечеркиваю... Ой, ой, это для меня, это мое такое, ой, а это... В сравнении, в сравнении. Да, и ты понимаешь, я перечеркиваю своим одним существованием всю их бездарную агрессивную жизнь. Так, поехали дальше. Ну, здесь вот троица, так сказать, почти покрова. Значит, здесь вот три этих... Да, значит, это вот прото-еврей, а... Чаплин. Прото-ерей, прото-ерей Чаплин. Значит, вот это гоблин, я думаю, что ему, конечно, в данном случае надо какую-то делать, чтобы ему оценку давал не историк, а медик. И вот эта красота, не писанная, я напомню, что это вот символ мужественности. Да, да, вот это... Ну, это, ну, просто... О, вот посмотрите, чтобы просто понимали, что вот так оно должно, оно и выглядит. И здесь у него кто-то там, я не знаю, Олега ведь вы выловили, по-моему, с каким-то рюкзаком, нет? С рюкзаком, с руками. С рюкзаком. С рюкзаком. И с драматичным. А что здесь, а это что такое у нас? А что есть на фотографии? Занес ему рюкзак. Вот я за всю жизнь рюкзак вообще в руки не брал, какой-то плебейский вообще, плебейский. Ну, ладно, не будем. Рюкзак это, рюкзаки не виноваты. Да, ну, здесь видите, какая нежность тоже, нежность. Вот, любовь похожая на сон. И вот, ах, какая радость. Эти руки, как раз эти руки. Я себе представляю, а уже сейчас они не отказываются, они продолжают, они гордятся этими, что они за эту руку здоровались. Руки, условно, две большие птицы. Как вылетали, как обнимали все вокруг. Шульженко пела «Руки, как вы могли легко обвиться, и все печали снимали вдруг». Ой, это уже пользователь Сталин. Это тоже, конечно, на медэкспертизу, я считаю. Это тоже вот из этой серии. Это тот, кто продвигает. Это Олег. Олег писал все это. Кстати, ведь, вы знаете, что в переиздании «Аустралийца», это в той книжке, которую издавал сначала на деньги Батурин Олег, и там, где он стащил у меня вот эту концептуальную фразу про вину Александра, вот сейчас в том году «Гоблин» переиздал, и они подписали «Всавторы». Представляете, Олег закончил свою жизнь в тупичке «Гоблина», и Олег взял в себе «Всавтора», вот меня он критиковал, а вот это ему классово, эмоционально, антропологически ближе. Вот это вот уровень Олега. Значит, ой, это тоже символ мужа. Вы только должны, ребята, вы должны с детства увидеть, как выглядит настоящий мужчина. Его рожа украшает, собственно, его издание. Не-не, подожди, подожди, подожди. Вот, вот вы должны, подожди, вот настоящий мужчина, вот, выглядит вот так. Вот это точно. Это сталинистый, вот это настоящий сталинистый. Гиганты русской мысли. Ну, тут именно русское, я не знаю, с какой стороны оно русский, но... 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 запомнить на всю жизнь, что вот это, что вы понимали, да? Можно без кошмаров, пожалуйста. Это натур... Это натур... Это натур... Блин. Ты мне смотри, ты... Ты мне смотри, ты мне, чтобы... Чтобы с какими-то там этими... Вот с кем ты должен ходить за ручку. Вот с кем ты должен за ручку ходить. И вот с кем ты должен... Вот с кем ты должен обниматься. Вот с кем ты должен это делать. это обниматься только с этим что фу что фу все не с собаками честное слово так это производные это воспитание коллега да это не 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 это значит это вот этот да я помню сабир значит это сабир он как раз вот била студентов антон чем в спину храбрый человек видно что просто прокавалируется есть в спину избивать безоружных людей вот и здесь тоже виден вот этот вот какой-то такой знаете такой возрастающий благородный эти благородные черты лица это какая-то спокойная мимика такая знаете когда очень благородный к и достойный знаете по все вот это вот он всячески это было под началом олега это тоже из реконструкторов тоже и вот конечно я думаю что должен хороший такой ученый такой медик написать диссертацию про комплексы ойма это ну это еще одно несчастье это мы переносимся в солнечную самару это самарчанин это самарчанин андрей привет андрей значит здесь такая вы не в это не ничего да не дефект фотографии это дефект он в разный он подставит не не нужны сарта вайка ну да он почему сартера и у него была тошнота как раз эта пьеса короче говоря вот он никак не может сфокусировать взгляд правильно на на моей на моей книжке и кроме того видите вы то что вот это видите выйти вот эту часть да это заем это заем на не все госбайнка или что такое это заем смысле то что заем и когда мы были на научных конференциях привет андрей это попов это попов значит изобретатель маркони он маркони изобрел так вот попов у него там был в это было поле этого конференция на поле вернее поле бородинской на нем конференция была конференция на поле бородинском и там просите ветер ветер и когда ветер заем отлетал возвращался безусловно в родные пенаты возвращался заем но не сразу зайти не сразу и тоже это было волю за сказать волю мы начали заем одиноки в тумане сара самары голубом так вот попов он чем прославился он прославился мои в моей книжке об никто не знал а почему почему он помогал олегу почему-то сказать он помогал всячески олегу вот почему я вам сейчас найду ой я открыл я открыл сразу не могу ах я влюблен в одни глаза я удивляюсь их игрой ночи я не я не открою сейчас мы найдем подачи вот чашка наполеона моей коллекции масонский бокал бокалы какая какая у меня коллекция валя на час мы подожди поищем поищем здесь есть фантастические о этом ну ладно потом тоже расскажу короче говоря вот здесь мелко мелкие люди мелко но можешь приблизить это важно смотрите дети мои значит а вот это два исследователя войны 1812 года вот тот что на кортах на корточках вот это как раз попов под это не писаная красота это побольше это поменьше значит вот это и конечно когда я публиковать фотографии это на конференции они вот что-то там заговоре поджирают на корточках я это фотографирую а здесь и смирнов и смирнов никогда не учился на историка но он почему-то возглавлял для сейчас возглавляет возглавлял какой-то ученый научные советы исторического музея как это возможно я не представляю но россии конечно это россия вообще вот это россия это россия это россия я думаю что я думаю что следующие вот а если родина мать это будет родина отец тут еще правда где-то был вот здесь суши сколько здесь на родина вариантов это на давай конкурс давайте конкурс кто на родина отец ну вот серьезно я конечно значит вы знаете что родина мать это же тоже в какой-то степени плагиат потому что есть скульптура рюдо на стриумфальной арке наполеона в париже в той же совершенно позе в той же задачи с тем же призывом что и знаменитая скульптура на кургане ну вот ничего не можем сами изобрести ой вот это попов и который изобрел марконе значит да самара я себе представляю вот почему они вы скажете может он меня как-то любить принимать как учу неважно как колбы вот просто интересно человек который встает с утра и видит и зализывает вот это вот это каждое утро и по много раз здесь честнее вот здесь честнее понимаете а этот видимо уже видит свое будущее в той же вот поэтому их надо как-то их надо только не уже счастливы они так счастливы особенно счастливы стали 9 ноября их всех и всех осчастливил олег их осчастливил всех всю значит он олег ведь как я если что то вот а он прямо пачками людей так иначе еще из пачки лида 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 поешь как уреки на маша маша зина зина лида это лечит это не да это тоже помогало олегу но здесь серьезная ситуация я должен сказать о лиде вот что вот почему вот он с бородавкой и она забрать почему как меня ненавидит ладно короче лида 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 ивченко она всю жизнь занималась пропагандой вот этого всего псевдо патриотизм и так что кутузов гениальные изумители ну да у него было два генеральных сражения оба два он их проиграл но это не ни в коем случае не умаляет а наоборот это хитрый план если сразу выиграет это любой дурак может любой наполе а вот так чтобы сначала все полностью сжечь это лида и всю жизнь она лида лида значит это все отрабатывала и и значит некоторое время назад свои же свои же так сказать патриоты выкинули простите как собачонку из бородинской панорамы где она была по моему главным хранителем до было ли далее лида на нас служила стать главным хранителем все несла патриотическое ну все что прямо ну все как надо да и все равно свои же выкинули поэтому вот правильно мне говорили ничего евгений не делайте и фотографии лиды проплывет помойки по реке мойка или вот там до помойки ну это я думаю надо взять это значит там за дунайские а это помойкин лидо дело то что алида она вообще несмотря на то что она очень расходилась с олегом она из играла патриотку а он такой значит он играл он тоже в обожаю говорил что обожает путина и прочее но он у нас в на партисты прочее но лид 0 но лида она всегда за ним простите бегала лидка бегала за ним и а он от нее потому что у него ну конечно у него вы знаете какие у него вы знаете какие нам по возрасту предпочтение алида она гораздо старше не не и меня и я не знаю как его но в общем это в его в его планы не входило она как раз за ним бегала страшным образом и все это было на моих глазах все это сказать разворачивалась и она пыталась его как-то поддерживает намекает что значит самое вот я не думаю что олег оценил вообще не по страшно не благодарный вас устрашивать вот я благодарна сегодня ребята подарил гравюру 19 века представляете это все таки а и возьми и дальше в соренто повезу в париж а он вот лиду олег лиду не повез ни в сорок то не паре хотя она ему так помогала пороть меня уж как лидка ты помогала придете и все но ничего не помогло братье внимание вот ли значит на лидуська мне троицкий в письмах у меня была переписка с николай сечем троицком не опубликованные ну я пару опубликовал здесь прямо этими фотографиями письма что у идеальный был почерк но троицкий всегда говорил что видать ужасная да ну вот мы продолжаем мы вспомнили как николай сеевич троицкий профессор называл круглый вот эту кругу она же они не круглого она вообще как она как в обла такая под как щепка поэтому олег на нее не обращал научного внимания но но мы тоже перебивки перебивки думали а ведь скоро предстоит суд надо олегом я надеюсь он дотянет до этого мы все-таки эгоист я думаю что он точно дотянет и вот как мне появиться я же должен ну тоже я так понимаю меня наверное пригласят выступить я должен выступать и мы думали как одеться то есть какой образ выбрать и я думал разные там была марлен зитрих свидетель обвинения почему свидетель обвинения фильм да но я склоняюсь к либерачи либерачи великий артист по образу быть кстати элвис взял образу либерачи вот это яркие прическу все вот либерачи это шуба у анна николаевна есть белая кстати бегая белая шуба огромная и надо будет напрокат до подъехать на проспект мира и взять напрокат все бриллианты надеть все это сам привык прическу и я явлюсь в это в суд а вереная сверна синим hello 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 i very happy to be here tonight кадырлак преждады кадырлак эти всех и и в ритузах и сведо с фортепиано с каким-нибудь с каким-нибудь замечательным таким подсвечником 19 века из моей коллекции, вот это вот, так сказать, Лида я хочу вам процитировать процитировать Лиду потому что все-таки, чтобы вы понимали, что Лида, Лида, Лида Лида, Лида, Лида где ты, Лида, где ты, вот ты, Лида вот ты, Лида, она, кстати, Манфред называет почему-то академиком, понимаешь, до какой степени вообще не в теме быть, чтобы называть профессора Манфреда академиком, она перепутала Старли, ну, Лида, Лида ну, я понимаю, что для тебя, что Тарли, что Манфред, это одно и то же ну, ну, как, ну, со старой женщиной ну, подучись уже, как, матчасть матчасть, да так, Лидия Леонидовна ля-тополя значит а вот, приветственно это я пишу в книге, чтобы вы понимали, почему Лидка поддерживала Олега, помимо того, что она а он а он и на мойку не выдержал но, кстати, позвони этим ребятам, чтобы, может быть, им как-то там понадобится для расследования так вот что Лида пишет, я цитирую Лиду Ивченко что Кутузов решился на генеральную битву по причинам нематериального характера Лида Лида мы в 21 веке ты уже не девочка ну, прости, пожалуйста ты уже, у тебя сын служит, между прочим служила, не знаю, как сейчас сейчас, подожди я же про Лиду несколько раз я в двух в конце есть несколько страниц мемуарной части несколько я для ученых будущего и вот, что я вспоминаю про Лиду что я вспоминаю про Лиду я цитирую любимого автора вспоминается из прекрасного пару лет назад меня пригласили на открытие выставки Бородинской панораме посвященной теме в кавычках засели мы в траншеи то есть заграничные походы руссками и Лида произнесла в микрофон пламенную речь в смысле в кавычках на нас напали а мы спасали и мы великие а потом в личной беседе сообщила мнение в кавычках может и не надо нам было в Европу однако вскоре после этого в фейсбуке сохранился мой пост от 15 мая 15 года я ее встречаю в гастрономии ГУМа Лида у Кузнеровича я напомню это уже было время когда наше правительство совершенно правильно справедливо ввело санкции против так сказать вот и в гастрономии ГУМа встречаю Лиду патриотку изымаю без сопротивления корзину изымаю у Лиды корзину и узнаю что в ней нет ни одного восклицательный знак товара произведенного в России все западные Лида где патриотизм я тебя сейчас прямо в лицо в камеру спрашиваю как тогда спросила Лида где патриотизм это тебе конечно не Олега поддерживать против меня так вот значит ни товара равно как и костюм что был на ней и уже купленная парфюмерия в аккуратной фирменной в аккуратно фирменном пакетике а как же дым отечества и русский дух зачем иностранные флаконы и это в те дни когда мы так справедливо боремся а вот я уже тогда написал справедливо боремся и вводим санкции что еще показательнее сын патриотической Лиды Леонидовны Миша реконструктор и если я не ошибаюсь с номером пятом французском кирасирском полку раньше что-то было в другом полку тоже егерей императорской гвардии но неважно в данном контексте не могу не подчеркнуть для ученого надежным источником для анализа например гражданских чувств объекта является именно потребительская корзина то что стоит дома куда персонаж мечтает съездить отдохнуть что он носит а вовсе не то что человек показушно декларирует далее замечу что Ивченко долго была лишь музейщицей ну и так далее и так далее потом про то что ее то самое и все короче говоря вот это это вот не вот это а вот это значит Лида это Лида Лида все я не хотел Лида ты сама виновата я очень хорошо относился но я считаю так знаете добро должно быть так сказать с кулаками вот вот Лида да значит Лидочку тоже в эту стопочку 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 вот это ооо это ооо а теперь все понял ясно значит что здесь у нас как вы знаете была пора была эпоха целая когда на земле жили аммониты и вот значит сейчас в общем это не так это несущественно важно где здесь вверх здесь вниз вот это тоже знаете почему-то вот это не любит вот это вот я не пойму а как вы думаете почему дай какую-нибудь фотографию вот почему это не любит вот это почему это делает подлости гадости подлоги почему ты Саня не моющийся Саня Соколов почему ты делал гадостные подлоги почему ты подло там выставил книжку там на голосовании потом запретил там банил всех кто пытался из академии наук показывать рецензии почему вдруг мои узнали про накрутки в голосовании мы все это в скриншотах я записал ролик да ролик про все эти твои делишки и вот это кстати тот Соколов и это Соколов как это странно как это это совпадение это чисто случайно совпадение да вот ты лыжанулся Саня ты приглашал значит я просто сейчас объясню вам вот 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 это Саня Соколов вот приглашал вот этого Олега Соколов на свой там маргинальный форум что-то такое неучи против мифов и вот ну это вообще тоже понимаете пара гнедых пара гнедых запряженных зарею и вот и он всячески защищал он тут же за него прям бросился на меня и прочее и прочее здесь еще дивное смотрите на эту красоту и вот эти вот эти волосечки вот эти волосечки вот эти волосечки вот это значит деревня под саратовом то есть это сначала надо приехать в Саратов это мне был кстати и надеюсь что сначала ну я не знаю Самара там Самара у нас приказ и Самара есть значит Саратов и не сразу дальше надо на машине на ладзе калине ехать долго на ладзе калине потом взять еще кобылу и очень там уже где нет дорог там уже где нет дорог и вот там наверное такие причесочки я не знаю как это называется который вот хипстер нет хипстер нет это еще слова такого не было не это такое слово вот значит здесь тоже вот посмотрите сколько надо не не стирать кожу да есть вообще знаете мы можем послать бесплатно мы можем в качестве знаете у нас вот занимаюсь правами человека значит надо купить мыло ящик хозяйства какой-то там такого с малинкой запахом малинки значит запахом малинки землянички не что ты злой земляничка мы тебе купим мыло сами и значит что надо здесь купить здесь надо купить мыло бритву бритву ну уже с прической уже все поздно ничего не сделать и конечно ну как и стиральную машину я думаю я так вот и почему-то я не знаю почему на нем вот такая странная табличка Александр Соколов это не я написал это просто на фотографии внутри это внутри это с той стороны это это чудо да это я не знаю где он сидел я не знаю почему на нем такая табличка но она вроде не остроконечная но табличка короче так вот это ой а о это здесь сразу две штуки значит значит вот это снова вот это то куда мы посылаем мыло а здесь я не знаю сколько надо мыло купить потому что вот это тоже которое меня страшно ненавидит вот опять как вы думаете почему почему вот эти типы ненавидят вот этого ну просто вот подумайте конечно дело в науке конечно безусловно в Бородинском сражении безусловно вот ну нет других объяснений да и как это объяснять все завистью это значит нет 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 как нет да вот это вот да это вот 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 этот этот самый дробыш и как как дробыш шеф дробышев это дробышев нет как точно дробышевский значит смотрите ну там подмонтировать это дробышевский значит ну это еще не рождена та стиральная машина я он изучает вообще древние там значит палеоантропологию но я сообщаю точно дробышевский в наше время существует парикмахерская стиральная машина мыло баня баня это не на это не на это для него ну для него да для него еще баня рано для него я говорю может быть он хочет как реконструкторы полностью реконструировать жизнь трилобита ближе ближе покажи ближе пожалуйста вот сюда на это дробышевский да на дробышевский а теперь а теперь сюда действительно почему дробышевский не любит этого человека а почему дробышевскому гораздо ближе вот это гораздо вот где это вот библиотека ивана грозного и экспедиция капитана Татарина посмотри вообще конечно здесь здесь прекрасно все ручки пальчики ножички это как бы Лена у меня почему-то здесь постоянно меня тянет на пародировать Лену Абрасову как Лена Абрасову говорит посмотрите эти ножки эти ручечки это боженька все если боженька таланта не дал уже ничего не поможет учиться не учиться ничего не поможет я ставил юбилей Елены Абрасовой в Большом театре а вы ставили юбилей в Большом театре есть такой Большой театр и шорти вот а значит когда на острове необитаемом где нет ножниц мыла смотрите я не экстремист я не прошу мыться каждый день я не прошу даже каждую неделю нет я не прошу от тебя мыться даже ну даже ну 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 хотя бы раз в два месяца да ну хотя бы раз в два месяца вот вы должны понять друзья уже сейчас для школоты которую которую на так сказать как бы это интеллигентней которую ну не важно который сообщает раз информацию про плохого Савельева вот эти товарищи ученый ученый наука это некая превосходная степень над вообще таким средним уровнем или нулевым уровнем среднем и вот мыться это минимум это средний это вот это начало а наука это выше это главнее важнее это больше это больше больше поэтому если некий трилобит примат архантроп не или это реконструкция или это вживание понимаете вот в этого Денисовского понимаете Денисовского Деникинского Денисовского я не знаю это а это тоже это все оно же значит вот это вот тоже это Дробышевский здесь характерен взгляд посмотрите это ученый муж вот так должен выглядеть вот не так как я действительно улыбающийся платочек но разве ученый может так выглядеть разве ученый может вот ну написал какую-то значит ну четыре тысячи научных сносок ну таким мелким шрифтом с картами вот это все неважно но ну написал но нельзя так улыбаться нельзя так выглядеть да тем более нельзя петь на сцене Кремлевского дворца вот как должен выглядеть понимаете вот как должен выглядеть вот эти два посмотрите вот как должны выглядеть ученые вот это просветители это просветители вот это это а вот это да значит я не знаю но он видимо допивал уже с Олегом Видимо, долго. Олег, видимо, уже когда в бойку сиганул, там осталось на кухне. Протухло, прокисло. И вот это уже, когда процесс, так сказать, окисления здесь. Вот, опять-таки, обратите внимание на волосяной покров. Относительно волосяного покрова. Вы знаете, когда я посещаю зоопарк, я обращаю внимание, сколько не моется там та или иная, то или иное животное. И я часто смотрю на волосяной покров, засаленность волосяного покрова. Так вот. Ну ладно, хорошо, но ведь есть расческа. Хорошо, давайте так. Я призываю, это вот такой призыв. Вы можете, кто-то нас видит, кто-то смотрит мой канал. Ну кто-то, ну кто-то может смотреть мой канал, да. Ну мне после 9 числа больше стало смотреть. Значит, передайте, что в отличие от денисовских, той эры, когда вот жили денисовцы, и вообще уже есть расчески. Гребешок. Гребень, гребешок. Это вот такая вещь. Ты знаешь, это просто, это много времени за это. Это не отвлечет сильно тебя, знаешь, Дребешевский, от научных и даже от ненависти ко мне. Это махнул один раз. И давай ты против Панасенко. Что оно, да, да, да. Он очень плохой. Навальный Панасенко. В общем, он посадил свою жену Олега в вошедший дом. Так, это... Ой, мы продолжаем. Чего-то как много мне распечатать. Это снова вот этот вот ученый Дребешевский. Да, вот эта неписанная красота. Да, действительно, я повторяю, вот как он может... Ну, да, да. Как, почему он ненавидит вот этого? Вот, ну, действительно, ну, почему? Ну, вот просто, ну, наведи, пожалуйста. Уловил? Ущучил? Не понял? Уловил? Молодец. Значит, вот здесь и тоже, тоже я все-таки прошу вас, выполните гуманитарную миссию, передайте, что существуют гребни, гребешки. Я имею в виду гребешки не в воде, в море, а гребешки. Тут, кстати, мы заказывали замечательные гребешки были. Значит, а гребешки в смысле для расчесывания волосяного... Ой, а это еще. Значит, вот это... Значит, смотрите, вот, послушайте, что вот это Соколов, да? Вот это, смотри, это два моих, кто мне ненавидели, Соколова. Про него уже вы узнаете, где он находится, да? А вы будете смеяться сейчас, будете смеяться. А это тоже Соколов. Это Никитка. Вот это вот старикан, это Никита Соколов. Да, правильно, вот это, да, что? Нет, ничего, это просто уже администрация. Слушайте, можно мне еще по щучьему велению еще рыбки вот этой красненькой, да? Значит, вот эта вот неписанная красота тоже полная мужественность. Смотрите, это мужественность. Вот это вот уходящее вдаль шея. Вот это, вот этот смелый взгляд орла в полете. Сокол, сокел, да? Не, ну, конечно, вот настоящая птица-сокол, это вот абсолютно... Это полет закончен. На отдыхе. Но вот это... Сколько благородствия. Значит, вот это тоже... Вы будете смеяться, это тоже мой завистник. И тоже вот из этой компании. Никитка лгал и врал про мою книгу. Причем, видите, он сидел у какого-то блогера, видите, вот сидит человек, сидит, да, но если это можно, этот человек. И говорит, что я книгу вообще Панасенкова не читал, специалистом по 12-м году не являюсь, но это не наука. Вы можете представить, что ему никто не плюнул в харю, ему никто ничего не сделал, потому что это не принято. Ну, конечно. Вот так вот клеветать, лгать, это принято, а вот в харю плюнуть не принято. Значит, и знаете, на кого Соколов сослался? Вы удивитесь, на Соколова. Вы удивитесь. Никитка сослался на Соколов. Что Соколов говорит, что Панасенков, что Панасенков не ученый. Ну, конечно, еще бы. Значит, он сослался. И дальше в качестве объяснения, почему моя книжка не научная, он, я не знаю, где, слушай, ты, где ты услышала это слово? Кто тебе, какой тебе, какая скотина тебе так подсказала? Значит, вот этому, он говорит, я Панасенков не учел в численности армии Наполеона, например, первый, наверное, в жизни услышал вообще же с численности армии Наполеона, да, маршевые батальоны. Так вот, лжец, враль, Никита Соколов, старикашка. Вот здесь вот, в моей книге, на 328-й странице все маршевые батальоны учтены, а в конце, в расписании, которые еще 20 страниц по каждой роте батальону, они все вообще названы по именам, все маршевые батальоны. Значит так, теперь, вот, Никита, ты знаешь, что случилось с Соколовым, Никита, с Соколовым, знаешь, значит так, уже без шуток. Если в течение недели после выхода ролика ты передо мной публично не извинишься, будет очень плохо. Вот, один уже со дна постучал. Зима, зима в России, зима в России холодная, зима в России, крестьянин, торжествует весна. Иннокентий Михайлович. Короче, значит, уже без шуток. Никита, Никита, вот эти два твоих однофамильца, кстати, теперь следующее. Вот это работает в Ельцин-центре. Как вы знаете, я очень поддерживаю то, что происходило, в общем, со страной в 90-е годы. Я не хочу, чтобы вот он позорил Ельцин-центр. Я обращаюсь к руководству Ельцин-центра. Вот у вас работает вот этот тип, который профнепригоден, потому что он смеет критиковать книгу, которую он не читал. Тот период, в котором ничего не понимает и в этом признается. Он оклеветал меня и мою книгу. Это доказано, потому что я схватил за руку, потому что он солгал, ссылался на вот это вот, значит, вот это. Я требую, учтите, что я требую настоятельно, я просто так от этого требования не откажусь. Не откажусь. Вот это надо уволить, чтобы он не позорил Ельцин-центр. Потому что лгуны, Никита, ты старый человек, тебе помирать скоро, Никита, тебе... Ты знаешь, я же никогда не ошибаюсь. Я никогда не ошибаюсь в прогнозах. Тебе скоро помирать, извинись. В общем, я даже не прошу там на беговой дорожке, ну, на горохе. Стихийно продолжаем. Это Витя, значит, вот это Витя, это интеллектуальное лицо, взгляд полный интеллекта, обаяние, обаяние ума, какой-то глубины, вот эта утонченность, да. И такой взгляд человека проницательного, взгляд просто в недра, понимаете. Вот видно, что это Витя. Витя Безотовский, сотрудник исторического музея. Витя вообще оказался в теме войны 12-го года неожиданно. Дело в том, что Витя работал изначально в музее «Траурный поезд Ленина». «Траурный поезд Ленина» — это был такой музей, он состоит из одного экспоната. Это паровозик и багажный вагон, багажный вагон, в котором тело Ленина в 1924 году привезли в Москву. И вот, видите, каждый день на это смотрел много времени. И вот после этого вот так вот, это вот он наблюдал «Траурный поезд Ленина». А потом неожиданно решил кинуть свои громадные таланты на войну 12-го года. И, как вы понимаете, почему-то он тоже мне завидует. Ну, я не знаю, почему. И он тоже помогал Олегу. Причем вот они всю свою жизнь, ему, я думаю, тоже немного осталось жить, этому старику, значит, он всю жизнь спорил с Олегом и вообще всячески, так сказать, идеологически вставлял палки в колеса, потому что вот что Витя пишет в своих бредовых книжках. Безотосный, так, чудовищно неграмотен. Это я понимаю, почему это все в главе историографии. Я тут Витю разнес тоже. Да, он, кстати, серовчанин. Витя родился в городе Серов. Я не знаю, где город находится, но сейчас город Серов. Где-то находится, наверное, город Серов. А вот Свердловская область у меня написано. Свердловская, Свердловская область, город Серов Безотосный родился там. И вот что пишет Безотосный в книжке. Вот может ли ученый, ученый академически такой писать? Только единожды наши казаки стояли бивуаком на Елисейских полях и купали лошадей в сене. Дальше в Европу наши войска не заходили. Да, думаю, вряд ли зайдут. К счастью. Ну, я не знаю, у нас сейчас такие бравые, что, наверное, зайдут. Они сейчас берут этот картонный рейхстаг, как вы знаете, да? Да, да. Ну, это грандиозное событие. 21 век, очевидно, да? То есть мечта, это в книжке, прямо в книге, в исторической книге он пишет, что только единожды наши казаки стояли бивуаком и купали лошадей в сене. То есть так называемый ученый, конечно, он говорит, ученый, а все ученые радуются и мечтают, чтобы казаки купали лошадей в сене. Вот только Париж, знаете, казаки в Париже, он уже как в бане пассатижа. Но это я не хочу плагиатить, это не я, это, в общем, до меня. Так вот, Витя, что я тебе хочу сказать? Витя, у Витя очень плохо, Витя, у тебя же очень плохо с французским языком. А есть один документ, который появился очень в короткий срок, и за твоей подписью, где с французским языком очень хорошо. Я даже знаю, чей это язык. А документ официальный. Так вот, я ведь подлости не забываю. Поэтому ты понимаешь, что тебя ждет? Вот я тебе очень советую. Узелок, теплые вещи. Где тут Серов? Вот город Серов. Знаешь, это и по тундре, по железу. Витя, короче, ты меня, Витя, понял, Витя. Так, с Витькой мы закончили. О, это еще продолжая тему бравых, настоящих, мужественных, натуральных и, так сказать, с шевелюрой. Вот это, это то же самое, это две то же самое. Я не знаю, что лучше, я думаю, что все прекрасно. Это, понимаете, на этот бравый, мужественный, какой-то, ну, я не знаю, рыцарский, рыцарский, вы знаете, рыцарский и революционный. Знаешь, что, вот это занимается революцией французской буржуазы. Ну, она там, разные здесь концерты, буржуазная, не буржуазная, неважно, революцией. Занимается французской. И вот этот взгляд, так сказать, в будущее, взгляд, направленный к реформам общества, так сказать, к революционным изменениям, да, полной энергии, полный, вообще полный, еще он полный, конечно. И он и полный, и полный, и полный. Значит, это сотрудник научный, научный сотрудник, вот это, с рукавчиками. Какие рукавчики? Мило, да? Мило, да, ну, рукавчики какие. Это сотрудник МГУ, моей Альмы Матер, и он тоже хитренько помогал Олегу. Он, правда, надеялся, что никто об этом не узнает, но, конечно, я что-то не узнал. Все-все узнали. И вот чем он отличался, когда я учился на ИСТФАКе, чем он отличался? Он очень любил так подходить и заискивающий руку, так, знаете, вот, перед всеми заискивал. А еще Бавыкин, он страшно потел. Я не знаю, как сейчас, мы сейчас произошли какие-то революционные изменения в организме, это мне неизвестно, я давно не видел, но в мою бытность, в мою, так сказать, ну, не будем. Так вот, в мою, да, он страшно потел. Ну, просто, вот, Кураев, не, ну, Кураев, конечно, Кураев здесь на первом месте. Короче говоря, вот, и вот это дух, вот этот дух, понимаете, дух этого нету. Как у Чехова, у Чехова на чужбине, помнишь, на чужбине духу в нем нет этого, вот, духу этого, да, юридическую. Значит, вот, дух я помню до сих пор, прошли года, и мы все студенты, мы старались не подавать руки, потому что у меня была очень мокрая такая рука, мокрая у этого завистника моего рука, мокрый был. Видите, какой, вот, здесь вот, смотрите, вот, завистника, посмотрите, завистника видно сразу. Вот, я физиономист, поглядите, ведь, ну, очевидно, что такой человек легко может сделать подлость, а? Ну, посмотрите, ну, это все же видно, вот, просто увеличите, и все будет понятно. И он и сделал. Ну, давай тоже сейчас покажем, вот, почему он завидует мне, как думаете? Почему он завидует мне, да? Знаете, какие у него тиражи, какие у меня. Дальше. А-а-а, здесь как бы... Коллаборация. Когда друзья встречаются. Здесь, ну, что ли, у нас была сторона Совета, все это вместе, вот. И сразу две красоты вместе сошлись, даже три. Значит, Соколов один, который уже, вот, в заключении. Это вот на пути. Это второй Соколов, который был, вот, в Трилобитовском этом самом. Это, я не знаю, это, видимо, тоже родственник, возможно, тоже Соколов. Я не знаю, но это... Династическое. Это что-то у них, может, семейное, не знаю. И, короче говоря, вот они вместе, это когда Саня, вот, который плохо моется, значит, пиарил вот этого и защищал всячески. Вот они здесь все вместе. Да, это вот еще раз Никитка, который должен извиниться. Это еще раз, видите, безотосный. Я повторяю, посмотрите на этот глубинный какой-то. Это, вот, ученый настоящий. Вот он говорит, что молодой, ну, действительно, что молодой может сказать об истории? Вот когда уже не помнишь, как звали Наполеона по имени, да? Вот, его здесь тоже... У меня есть фотография, он спрашивает, как звали Наполеона? Посмотрите, он пытается вспомнить имя французского императора и короля Италии. Мы продолжаем, и следующая фотография. Тоже большие проблемы с шевелюрой. Коша, одень шапочку, а то литинка простынет. Это Абдула. Это вот прямо Абдула, Абдула Давудов, который, ну, директор института истории СПБГУ. Вот это так выглядит директор института истории Санкт-Петербургского университета. Ну, что говорить, я считаю, это мое убеждение, что Абдула, это человек абсолютно, это уже без юмора, абсолютно лишенный совести. Потому что вы все знаете, что он публично при вас лгал, лгал миллионам русских людей, лгал, что ему не было сигналов по поводу его сотрудника Соколова. Хотя при нем сидел студент Антон Кужин, который приходил к нему на прием и показывал документ, показывал ему физиономию заявления девушки, которую Олег избивал ногами, связанную. И, кстати, вот ему, кстати, вот ему сказали, сказали о том, что, показали заявление, где девушка рассказывает, ну, это известное заявление, про то, что Олег ее избивал, связанно. И он после этого Олега не уволил, всячески поддерживал и подавал ему руку и так далее. Если бы его тогда, Олега, уволили, когда я просил, был 26 сентября 2018 года, ролик сотни тысяч людей посмотрели, то эта девушка могла бы, по идее, одуматься и понять, что все вот эти, если бы вот эти типы его, Олега, не поддерживали, то девушка, что Настя бы одумалась. Она поняла, наверное, что это, что нельзя с этим человеком быть. Они вот все, в общем, они же вот, учите, у нас не дружат, у нас дружат против кого-то. Вот эти все, включая Витя, Витя же у нас, купал там лошадей в сене, он у нас типа псевдопатриот. Значит, они же все против Олега были всю жизнь, но они из зависти ко мне его стали поддерживать. Так вот, Даудов. Вы знаете, что вот у этого Даудова, у него, кстати, прав был совершенно Олегов в том замечательном пранке, что у него там, значит, одна статья, ученый никакой. Это правда. Ну, какой это ученый, да? Дело в том, что вот вы не знаете, но за всю жизнь, а ему 66 лет, по-моему, вот этому 66 лет, он, у него всего две малюсеньких, тонюсеньких книжечки, которые изданы в 90-е годы. И вы можете представить, что последние монографии за полным авторством Даудова 22 года. То есть 22 года человек не написал ни одной книжки, ни одной монографии сольной. А та, которая была, это по диссертации, там 200 какой-то, 232 странички. 232 странички! Это где у меня? Давайте посмотрим. 232, причем учите, что у нас разный шрифт, у него большой, у меня маленький. Вот это 232 странички. Вот это все, что он сделал, это в 90-е годы было. Вот это у Даудова. А у меня, простите, уже это в 35 лет, и еще вторая монография грандиозная. Так вот, я не понимаю, какого черта вообще, как вот этот Абдулла стал директором института истории Санкт-Петербургского университета, имеет две тоненькие книжки, и замечательно, есть такой, Михаил Уваров снял ролик, он нашел его диссертацию, и там сразу ссылка на Ленина, сразу первое. Там про образование в Горскую СССР, конечно, но здесь без цитаты из Ленина, ну, никуда, абсолютно, да. Так вот, Абдулла, как его там, Хамидович, значит, Абдулла Хамидович, что я хочу вам сказать. Я знаю, как вы меня ненавидите, я видел ваш взгляд, я слышал, что вы мне сказали на эфире у Малахова, я это воспринимаю серьезно, я думаю, что я обращусь в полицию, чтобы попросить официальную охрану, да. Вот, более того, Абдулла Хамидович, я ведь знаю, что хотят против меня, так сказать, инспирировать в СПБГУ с помощью сотрудников юридического факультета. Вы думаете, что у вас нет порядочных людей, у вас есть порядочные люди в СПБГУ, поэтому я все знаю. Так вот, то, что вы хотите сделать, эту гадость, меня распиарит на весь мир, поскольку и так у меня уже интервью берет и СНН, и Фигаро, но Фигаро у меня уже много лет берет, а вот СНН добавилось благодаря вашему сотруднику. Так вот, вы учите, что это добавит мне пиара и окончательно потопит вас. Вот то, что хотят сделать у вас в СПБГУ, то, что готовит против меня эту мерзость. Я же все знаю. Вы думаете, что я не выйду снова победителем? Я выйду победителем. И следующий нюанс. Значит, я считаю, что вот этого Абдулла Хамидовича, поскольку он сам не желает, он очень бессовестный человек, его надо гнать с места работы просто под зад, что называется. И вот, Абдулла Хамидович, посмотрите, того, кого вы поддерживали, Соколова, да, Аллах уже наказал. Я думаю, что он все видит, и естественный отбор – это объективная штука. Поэтому я вам очень советую, проявите остатки совести, если вдруг где-то найдете, и уходите. Потому что вы солгали всем. Вам не просто поступали сигналы. Вам поступало много официальных писем от многих граждан, где они цитировали документы. Где и заявление девушки против Олега, и заявление прокуратуры Вальковича. И уже были опубликованы экспертизы Российской Академии Наук по поводу того, что он стащил мои концепции. А вы его оставили на работе? И Настя от него не ушла, потому что наверняка она считала, что ну как же, взрослые-то ему помогают. Вы же для нее взрослые. Так, ну, знаете, не все персонажи поместились на лист А4. Уже некоторые физиономии, некоторые морды, значит, они такого... Вот, посмотрите, это... А? Уверен? Тоже было хорошо. Да это не важно. Оно здесь больше, здесь... Оно есть абсолютно квадратно. Значит, этот квадрат, который не влезает, это учителевшка школьный. И как вы думаете, почему мой ровесник, который в подмосковной школе работает, почему он меня ненавидит, почему мне завидует? Ну, действительно, почему вот с такой вот физиономией, работая нищим школьным учителем, и, кстати говоря, мы же теперь все знаем, мы теперь знаем все внутренние... Как Вульф, Вульф, да, внутренний монолог героя. Знаешь, как у Вульфа. Там, Грета Гарба подошла к Зекулу, смотрела в свое морщинистое лицо и подумала. И дальше, что она думала, 10 минут. Мы теперь знаем, что она думала. Это, так сказать, квадроленция. И, конечно, я, собственно, на себе-то по себе не знаю, но, наверное, анальные трещины – это не самое... Не самое, так сказать, то, что... Ну, что делает человека добрым, да? Он начинает не спать, он начинает думать, как бы еще какую-то гадость сделать по на стенку, потому что уснуть сложно. Ну, 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 да, вот. Кто-то уже, видимо, допивает то, что не допил. Кто-то там... Там кто-то, кто-то не допивает то, что не допили, значит, о первых словах моего монолога. Ну, здесь еще один тоже. У него какие волосечки. Еще одна красивая, значит, тоже вот это, тоже чего-то куда-то выстепано. Объелилась... Значит, это Лев. Это Лев. Ну, не то, что Лев, а Лев. Это Лев. Он страшно мечтал стать деканом. Ну, просто... Ну, это была его такая голубая мечта. Ну, стать деканом в итоге уже как-то сошел на нет Карпов. Византинист такой вот. И неожиданно умер замечательный человек. Кстати, был Тучков декан из Твака Тучков. Он был порядочный человек, поэтому умер очень рано. Сердце не выдержало. А вот почему-то другие живут и живут. И вот как только где-то Владимир Владимирович ходит, президент, и он старается прямо туда в кадр, знаете, так в кадр, бочочком. И в итоге накадрил на это сам. И вот еще один вот это... Вот здесь вот такой волосатик. Такой. Сейчас я сразу прочитаю. Тоже, кстати, надо показать, что есть там эти вот... Всякие цирюльни. Это Зимцов. Еще кто помогал Олегу. Сейчас я сразу вам прочитаю, чтобы вы поняли. На Урале... Это на Урале с Урала. На Урале, простите, в педоинституте, в педагогическом Уральском институте, есть сотрудник Зимцов. И вот сотрудник Зимцов, который пытался писать про Бородинское сражение, напортачил следующее. Это я пишу. То есть вы должны понимать, почему не только зависть, а почему они все поддерживали Олегу. Потому что я их всех вывел на чистую воду в своей монографии. Вот про каждого написано. Так, так, так. Я вынужден, так сказать, в скобках заметить, что Зимцов, этот автор, очень часто небрежен в фактуре и методологии. Среди прочего, определяя численность русской армии перед боем, я подчеркиваю, это идет речь о книге Зимцова про Бородинское сражение. Численности армии в книге, специальной книге по сражению, это вот number one, это первое, что надо изучать, внимательно исследовать и лично исследовать. Даже лучше не ссылаться, а если ссылаться, то должно быть весомое исследование, репрезентативное исследование, документальное исследование, которое, так сказать, признанное и так далее. Ну вот он это не исследовал, а просто решил сослаться. Но на что сослаться? Так вот, численность русской армии, и это принципиально базово важно, это я пишу в книге, он умудрил, стоя из Зимцов, сослаться на непонятные сочинения, в кавычках, без года и без места издания. Это так вот у Зимцова. Автор которого Васильев и некий В.А. Егоров. Я вам сразу скажу, что этого В.А. Егорова в природе, в мире, ну, может, какой-то другой Егоров, да, существует, а вот этого Егорова не существует. Он выдуман больным сознанием наглого, непрофессионального типа Зимцова. Но такого в природе не существует, это я уже пишу в книге. В.А. Егоров просто выдуман. А речь, по всей видимости, идет об известном издании Васильев Елисеев. А. Причем Елисеев А, он не В. Елисеев А, он не В. Деточка Зимцов. Детка. Там нет никого Егорова, там Елисеев. Русские Соединенные Армии при Бородине и так далее. Ну, и такого много. Значит, слушай Зимцов, который тоже поддерживал Олега. Значит, Зимцов поддерживал вот этого, который там в метро ехал. Я обращаюсь к руководству, к руководству Уральского педагогического института, университета. Университета, да. Я считаю, что человек столь непрофессиональный, который ссылается на несуществующего автора, ссылается в принципиальном моменте, он не имеет права преподавать студентам. Ну, потому что наверняка он такие же лажи, так сказать, совершает и во всех других учебных, научных вопросах. Потому что, ну, это такая, это даже не небрежность, это бездарность. Ну, нельзя выдумывать несуществующих авторов. Тем более, я подчеркиваю, если это специально посвящено Бородинскому сражению. Видите, там кто-то уже, по-моему, допивает остатки за Олегом. Вот. Поэтому, ну, что сказать вам, москвичи, на прощание. То есть не все мы... Слушай, а где вообще здесь москвичи? Где здесь... Вот это серовчанин, да? Вот это вот... Я-то вообще не понимаю, что это вообще. Где это? Где это? Что это? Вот что это? Что это? Что? Вообще, что это? Вот... Блядь, что это такое? Вот что? Вот это... Почему я... Моя жизнь красивая? Почему? Извини, я снимаю фильмы в Италии, ставлю в Большом театре, на Олимпиаде, пою в Кремлевском дворце, у меня был концерт 21 числа. Почему я должен вот этим заниматься? Что? Вот где это? Вот это что? Почему я должен обращать внимание на вот это нестриженное, немытое... Блядь, что это? Вот это, блядь, что это вообще? Это что? Вот это, блядь... Почему я красив... Все, у меня вот это... Все, все, успокаиваемся, успокаиваемся, успокаиваемся. Успокаиваемся. Релакс, релакс, релакс. Релакс. Гемоглавин сразу. О, да. Хайный розамунде, розамунде. Альта камараден. сулема ручек а ласт рода ради этого плач и дай лонда просто рой венту ванит она и это конечно все бьется и надо ходить сразу с козыря у вас там по моему допивают уже там допивают а я я я ой ой а я я и дай два кувшина я купил это моя моя невеселая судьба и это моя не это просто я даже не это 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 как это как-то я так пусть это как то это надо как-то ну это уже порванный конечно этот порванный этот уже одна надорванный этот надорвавшийся этот вообще несчастый а где там стациональные трещины вот и здесь на карты лошади уходи где тут лошадь лошади лошадь лошадь печальная лошадь где лошадь но это нет это это хряк это не лошадь это это хряк это хряк это ложь я помню там была глаз лошади под этим под актрисой это была в престарелый где-то не что печальный этот брэк короче говоря лошадиность повышенная короче говоря друзья мои друзья мои там еще где-то литка я бы сказал так что трем трем из этой кучи трем из этой кучи недолго осталось жить поэтому чтобы вы отошли в мир иной с остатками совести извинитесь передо мной вы знаете это не шутка это не блеф я никогда не ошибаюсь так сложилось исторически так сложилось это факт поэтому извините а там эти начитавшиеся вот этих вот вот это я а где этот символ натурал это где-то в на не-не-не-не-не-неща позиции где-то это конечно вот это свернутая да так так это литка 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 нет воспитывать не все таки еще что вот это друзья моя за что у меня много подписчиков канала молодежи вот это образец образчик таскать для подражания вот так должен выглядеть патриот так должен быть все что там происходит да вот так должен выглядеть натурал настоящий мужчина брутал посмотрите а уж тут а вот это вообще два брутала один уже один уже на месте другой вот а он кстати уже раньше был этих в охранниках те кто сейчас 10 это слоу авторы прошлые вот кто издавал перед первое издание этой книжки он тоже сидел в тюрьме батурин он тоже в тюрьме а этот сел поток сначала то издавал книгу он весь и 1981 никогда издало все в тюрьму а этот сел сейчас вот 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 он сейчас вот он вообще вот уже 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 а этот охранял те кто раньше то есть это какая то такая компания вот ну логично повторять Кстати, этот вот, вот, сейчас вот, вы понимаете, Олег пойман с руками, как-то пойман за руку, видишь, там правильно ржут, этот охранял раньше в Тюряге, а кто издавал первое издание книги Батурин, он уже сидел в тюрьме, он, то есть, такая, понимаете, ну, это сплошное какое-то, действительно, да, после Петра, история, история войны после Петра, это сплошное уголовное дело. Ну, вообще, смотрите, как похорошела война 812 года при Евгении Николаевича. Ну, ребятки, давайте за меня. За вас. Давай за меня.